МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие события происходили на минувшей неделе и как они повлияли на жизнь тольяттинцев? Здравствуйте! В эфире программа Обозреватель в студии Яна Левина. Коротко о главных темах выпуска. Важные аспекты внешней и внутренней политики, ситуация в мире, а также вектор дальнейшего развития страны на ближайшее время. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма. Соединили два берега и подняли флаг России. Совершена финальная надвижка пролетного строения моста через Волгу у Глимовки. С этим событием жители региона поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Сегодня действительно совершен важнейший этап строительства мостового перехода через Волгу. Сегодня правый и левый берег Волги соединены здесь. Любовь к стране, любовь к своей родине и отчизне. Музыкант, композитор, обладатель многих музыкальных премий. Заслуженный артист России Сергей Войтенко. В студии телеканалом Тольятти 24. Разговор о музыке и не только. Твоя родина – это вот наша деревня. Твоя родина – это вот Россия. Человек-легенда. 3 марта исполнилось 109 лет со дня рождения первого генерального директора Волжского автозавода Виктора Николаевича Полякова. По традиции в городе прошли им памятные мероприятия. И встреча с талантливой молодежью. В Тольятти побывала заслуженная артистка России Екатерина Гусева. О чем рассказала надтольятинским студентам, какие вопросы ей задавали, покажем в конце программы. Это наше будущее, наша Россия. И начнем с главного события. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Большом докладе речь шла о новых национальных проектах, направленных на поддержку семей, материнства и детства, на поддержку молодежи, о новой возможности для школьников перезнать один из ЕГЭ. Выделялись вопросы капитального ремонта детских садов, школ, вопросы продолжительности жизни россиян, развития среднего и малого бизнеса, создательной энергии предпринимателей и создания цифровых платформ во всех сферах экономики. И, конечно, президент говорил о сбережении единства народа и о том, что вся наша страна с героями, которые сейчас находятся на передовой в зоне СВО. Владимир Путин обозначил важнейшее направление развития России и аспекты внешней политики. На выступлении президента присутствовали сенаторы, депутаты Госдумы, главы ведомств. Кроме того, в этом году мероприятие посетили участники спецоперации на Донбассе. В гостином дворе присутствовал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Как и все жители страны, тольяттинцы смотрели и слушали послания Владимира Путина к федеральному собранию. Подробнее обо всем в обзоре моих коллег. Новые меры поддержки участников СВО, льготы для семьи с детьми и расширение существующих инфраструктурных проектов. Все эти темы нашли отражение в ежегодном послании Владимира Путина к федеральному собранию. Своё выступление глава государства начал с тезиса о том, что Россия уверена, без сомнений, преодолеет все сложности. Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать её на части в своё время. Мы поддержали наших братьев и сестёр, их волю быть с Россией, и в этом году 10 лет легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они принесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Глава государства поблагодарил всех, кто оказывает сегодня поддержку участникам СВО, отдельно отметив работу волонтёров, многочисленных общественных организаций. Миллионы людей объединили акция «Мы вместе» и проект Общероссийского народного фронта «Всё для победы». Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтёрским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи. Люди отправляют на фронт письма и посылки, тёплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений. Повторю, такая помощь бесценна. Это вклад каждого в общую победу. Защита, укрепление суверенитета идёт сегодня по всем направлениям, отметил Владимир Путин. Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. «Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих павших героев». Объявляется минута молчания. Президент отметил, вооружённые силы России получают сегодня колоссальный опыт. Работа на повышение ударной мощи армии и флота идёт постоянно. «Не мы начали эту войну на Набасе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи в специальной военной операции». В своём послании президент традиционно даёт оценку положению дел в стране, а также определяет главные направления внутренней и внешней политики России. Важной частью послания, как и ожидалось, стали программные тезисы Владимира Путина не только как действующего глава государства, но и как кандидата в президенты России. Горизонт планирования был определён как минимум на ближайшие шесть лет и даже дальше. В год семи особое внимание президент уделил вопросам поддержки семей с детьми. «Большая, многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости». Проблемой остаётся уровень бедности, особенно среди многодетных семей, отметил глава государства. Важно, что все меры поддержки были эффективными и действенными. Для этого будет запущен новый нацпроект «Семья». Предлагаю дополнительно помочь субъектной федерацией, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для центральной России и северо-запада. До конца 2030 года таким регионам будет направлено не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки, отметил президент. За последние шесть лет миллионы семей улучшили свои жилищные условия. Программа семейной ипотеки должна быть продлена до 2030 года, предложил Владимир Путин. «Жилищный фонд в стране должен системно обновляться», добавил глава государства в контексте улучшения жилищных условий для многодетных семей. Также Владимир Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго ребенка. Такая мера поддержки должна быть автоматической. Программу маткапитала президент также предложил продлить до 2030 года. Кроме того, будет запущен ряд проектов, касающихся здоровья матерей и детей. Также со следующего года в России начнут программу капремонта детских садов. Говоря об экономике страны, президент отметил, что она растет темпами выше среднемирового уровня. Огромное значение имеет сегодня технологический суверенитет страны во всех сферах. Экономика, промышленность, медицина. Россия должна развивать, внедрять и применять как можно более широко собственные разработки. Готовить и поддерживать высококвалифицированные кадры. Для этого будут запущены еще два новых нацпроекта. Кадры и молодежь. С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята, начиная с шестого класса, могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Обязательно включайтесь. Прошу вас в эту работу. Сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, станки, транспорт, новые материалы и экономика данных, космические разработки. Эти многие другие ключевые сферы обязаны быть технологически независимыми. Почеркну глава государства. Это стратегически важно для развития России. Работа в этом направлении в ближайшие годы предстоит большая. В стране есть уникальная научная инфраструктура. И это наше большое конкурентное преимущество. Следует наращивать вложения в эту область. Инвестиции в науку должны вырасти и со стороны частного бизнеса, отметил президент. Подчеркну, все меры государственной поддержки инвестиций, создания и модернизации предприятий должны быть увязаны с повышением заработных плат сотрудников, с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников. И, конечно, принципиальные требования отечественной и бизнеса должны работать в российской юрисдикции. Целый блок выступления Владимира Путина был посвящен развитию регионов. К 2030 году все наши регионы должны стать экономически более самодостаточными. Повторю, это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны. Владимир Путин заявил о списании две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам, а также о необходимости продолжения программ благоустройства, сохранения историко-культурного наследия, поддержки учреждений культуры в регионах. Так, с 2025 года в стране будет запущена программа «Земский работник культуры». В каждом послании главы государства обозначаются исторически важные решения. Так было и на этот раз. Мы одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать. Как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России. Спасибо. Наш президент Владимир Владимирович Путин, как всегда, демонстрирует абсолютную уверенность в будущем нашей страны. Каждое послание – это уверенность. Каждое послание потом подтверждается конкретными делами. Мы с вами все уже стали свидетелями успешной реализации многих национальных проектов. И объявленные сегодня президентом национальные проекты, связанные в первую очередь с семьей, молодежь, это для меня очень радостно. Я считаю, что это очень важно, что государство сегодня обратит не только эмоциональное, но и материальное внимание к нужным проблемам молодежи, к ее воспитанию, к правильному формированию мировоззрения. Особо с радостью услышал то, что будет продлена льготная ипотека семейная. Это очень важно. Очень много людей об этом переживало. Очень много семей по этому поводу волновалось. И то, что это будет продолжено до 30-го года, замечательно. Сегодня в послании президента была затронута тема новой стратегии технологического развития нашей страны. Мне, как человек, который занимается наукой и технологизацией, развитием инноваций в университетской среде, для меня было важно те направления, которые видит для себя президент в развитии данного сектора. Можно, скажем так, сделать несколько важных, подчеркнуть аспектов, которые были озвучены в ходе послания. Один из них — это то, что общество с наступлением текущих проблем консолидируется и начинает общими усилиями бороться со всеми вызовами, которые происходят как на внешней арене, так и на внутренних каких-то трудностях с учетом санкционного давления. И в целом то, что уже два года как идет специальная военная операция. Очень радует, что все-таки народ у нас, как говорится, в трудные времена сплочается. И на единым фронтом выступают как и на линии фронта, те участники, которые принимают участие в боевых действиях, так и тыл помогает. И это очень важно. И еще одно большое важное событие произошло на минувшей неделе. Мост через Волгу соединил два берега. Завершилась надвижка последнего пролетного строения. Полностью завершить строительство этого масштабного объекта планируется уже в нынешнем году. Важность события подчеркивают как на федеральном уровне, так и жители нашего региона. Для кого-то эта возможность чаще видеться с родными, а для экономики губернии — улучшение логистики и инвестиционной привлекательности. Губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительных работ и водрузил российский флаг в центре грандиозного сооружения. Как продолжается строительство одного из самых масштабных проектов страны, расскажем далее. Более четырех лет потребовалось на строительство этого грандиозного сооружения — моста, соединяющего два берега Волги, обход Тольятти. И вот финальный этап. Длина всего моста — более трех с половиной километров, а длина проекта вместе с прилегающими трассами — почти сто километров. Здесь будет проходить четыре полосы для движения автотранспорта по две в обе стороны. А это значит, что мост «Обход Тольятти» по праву можно называть одним из самых масштабных проектов в нашей стране. Строительство ведется под пристальным вниманием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Регулярные встречи с представителями компании-застройщика позволяют вести работы согласно графику. 7 марта 2018 года президент страны Владимир Владимирович Путин в ходе своего визита в Самарскую область дал поручение о корректировке транспортной стратегии Российской Федерации с включением в него новой трассы, обход Тольятти и строительство мостового перехода здесь, на территории нашего региона. Вот тогда первое поручение президента стало импульсом масштабного строительства. Я думаю, что поколение, будущее скажет огромное спасибо всем тем, кто задумал этот мост, кто добился финансирования и построил его. Я думаю, в первую очередь Дмитриевич Азарову, потому что он этого не добивался. Но этого бы не осуществилось, если бы не было прямой поддержки нашего президента Владимира Владимировича Путина. Во время возведения моста возникало немало трудностей. Это и особые климатические условия со штормами и ветрами, а также приостановка поставок металлоконструкции в ходе проведения СВО. Но это не помешало выполнить в срок финальную надвижку пролетного строения. Надвинули 48 тысяч тонн металла. Задействовали 750 человек, 220 единиц техники и 18 плавсредств. Собирая металл, укропняя его на берегах, это с 2021 года, мы смогли надвинуть его на опоры, на свои посадочные места. И на сегодняшний день начинаем уже с следующей фазы, уже опускание пролетного строения. В знаковый день, когда сооружение приняло завершенную форму, губернатор Дмитрий Азаров торжественно поздравил жителей региона и всех причастных к строительству с этим важным событием для области и всей страны. Мы поднимаем флаг Российской Федерации, как флаг победы. Я уверен, что с этим флагом мы преодолеем все сложности и обязательно победим по всем фронтам и направлениям. Выполним все задачи, которые ставит перед нами президент страны Владимир Владимирович Путин. Флаг поднять! Впереди еще много работы. Устройство гидроизоляции, которое будет выполняться в теплое время года. Монтаж электрического освещения. Сооружение обещают ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Значимость большая имеет этот мост, в связи с тем, что каждые 26 секунд с конвейера сходит автомобиль, поэтому каждая минута подвозки комплектующих и потом отправка уже готовой продукции имеет значимость. В город, безусловно, как житель Тольятти и посещающий Ширяево, надеюсь, что разгрузит плотину и будет более удобно добираться. Что радует, что вот этот качественный объект, который очень достойно строился, быстро, оперативно, профессионально, он привлечет сюда в региональную и российскую экономику дополнительные инвестиции и дополнительные производственные мощности и рабочие места. Это, безусловно, так. Это даже можно не рассчитывать ничего. Экономика будет двигаться вверх. Трасса станет частью международного маршрута Европа-Западный Китай. Обход Тольятти – стратегически важный объект как для Самарской области, так и для всей страны. Анна Слайковская, Дмитрий Котельников, программа «Обозреватель». Продолжаем программу. Депутаты Самарской губернтской думы проголосовали за назначение Дмитрия Холина на должность вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Самарской области. Это произошло на 36-м заседании областного парламента. Депутаты проголосовали единогласно. Не думаю, что в этой аудитории нужно представлять Дмитрия Владимировича Холина. Он хорошо вам всем известен, поработав на разных должностях. И, конечно, отдельно проявил себя и здесь, в работе губернтской думы, как самый активный депутат, председатель комитета. Но самое главное – это решение Дмитрия Владимировича в период мобилизации, несмотря на наличие статуса депутатского, встать в строй на защиту нашей Родины. Конечно, это вызывает искреннее уважение Дмитрия Владимировича. И вы знаете, что Дмитрий Владимирович награжден Орденом Мужества. Коллеги, в тот момент, когда малой Родине потребовалась помощь Дмитрия Владимировича, он откликнулся. У нас с ним непростые были разговоры на эту тему, на самом деле, потому что его готовность и дальнейшее несение службы на передовой была абсолютная. Но сейчас он нужен здесь, на своей малой Родине. Я благодарю вас за это оказанное доверие. Я благодарю вас всех за тот этап, который мы с вами прошли вместе. Несмотря на, казалось бы, полуторгодичное отсутствие, ощущение единства и близости со всеми оставалось. И я чувствовал, и мои товарищи осуществляли его практически ежедневно. Это очень важно. И завершение одного этапа означает продолжение следующего. Именно совместная работа во имя победы, мира и созидания. На заседании Губернской думы был рассмотрен целый ряд актуальных вопросов. В частности, приняты поправки в бюджет Самарской области. Они касаются суммы более чем в 26 миллиардов рублей. Большую часть этих денег направят на социальные нужды. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, 3,5 миллиарда рублей предлагается направить на увеличение заработной платы работникам сферы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта. Вы смотрите «Обозреватели», мы продолжаем. 3 марта исполнилось 109 лет со дня рождения Виктора Николаевича Полякова, первого генерального директора Волжского автомобильного завода. В этот день по традиции прошли мероприятия, посвященные легендарному основателю завода, в которых приняли участие ветераны и работники автогиганта. Человек-легенда. Так говорят о первом генеральном директоре все, кто его знал. Он хоть и ушел уже почти 20 лет от нас, но все равно с нами, все равно с родным заводом, с родной командой. Уверен, что видит все сверху, радуется нашим успехам, нашему уверенному развитию, движению вперед. Ну а мы его не подведем. Викторе Николаевич для нас икона, к которой мы кланялись всегда. Мы всегда ему верили, поскольку он наш рулевой, он действительно наш партнер. В этом вечной памяти Викторе Николаевича. Он мог объединить людей и нацелить на выполнение важной порученной работы. И всегда у него получалось на пятерку, я бы сказал. Поэтому мы всегда благодарны Викторе Николаевичу. Он создал наш завод, завод работает, и мы обязаны хранить память о нем. Виктор Николаевич Поляков – пример того, как можно сплотить вокруг себя людей и организовать дело так, чтобы за 4 года в чистом поле вырос завод-гигант и целый жилой район. До сих пор поляковский стиль остается высотой, на которую стараются равняться все. Немного заводов в стране, где есть подобные традиции и есть подобные символы. Поляков – это символ. Вот подобные символы, как знамя – это Виктор Николаевич Поляков. Светлая ему память. Это действительно настоящий пассионарий, настоящий герой и своего, и нашего времени. Традиционно на автовазе. В день рождения первого гендиректора отмечается День ветерана. Торжественное мероприятие с участием многочисленных гостей прошло в культурном центре «Автоград». Все эти люди создавали заводы и строили город. В праздничное мероприятие еще один повод сказать спасибо и выразить признательность ветеранам за их многолетний труд. Вклады в развитие автоваза, города Тольятти и всей страны. Сегодня мы еще раз говорим вам большое спасибо. И, конечно же, желаем вам всего самого доброго. Здоровья, энергии, благополучия ваших семей, ваших детей, счастливых глаз, ваших внуков. И, конечно же, всем нам мирного неба над головой. С праздником, дорогие ветераны! И именно ваши руки, ваши сердца, ваше трудолюбие, ваша целеустремленность позволили не только построить гигантский, до сих пор гигантский и всегда будет гигантский завод. Ваши руки, ваши стремления, вы, ваши близкие, тех, кого нет в этом зале, кого нет с нами, но все эти люди стремились создать город мечты. И он получился. Подумайте только, буквально за 69-70 год население Тольятти увеличилось на 250 тысяч человек. Мы все приехали, мы строили этот город. И этот город до сих пор нас радует. Все заложенные вами традиции нами были сохранены и приумножены. И мы благодарим вас, дорогие друзья, за эти традиции и за вашу работу. Мы ценим ваш опыт, вашу мудрость и продолжаем учиться у вас. Сергей Войтенко, композитор, виртуозный баянист, который сегодня известен на всю страну, побывал в студии телеканала Тольятти 24. Автор и исполнитель, заслуженный артист Российской Федерации, депутат Самарской Губернской Думы. Каждый час у Сергея Войтенко расписан буквально по минутам. Выступление на концертах в разных городах, съемки клипов, записи новых песен. Я русский и этим горжусь, и как бы земля не шаталась, и я полный голос сказать не боюсь, я русский и русским останусь. Всю свою насыщенную творческую жизнь Сергей сохраняет и развивает лучшие музыкальные традиции, открывает новые творческие горизонты и прославляет уникальную российскую культуру во всем мире. Я знаю, что в вашем творчестве вот эта тема Родины имеет такое основополагающее значение, да? Но я хотела вас спросить, а когда эта тема прочно вошла в ваше творчество? И где вот тот родник, который напитал вас этой любовью? Может быть, в детстве какие-то воспоминания, не знаю, общения с родителями, родительский дом? Оно зародилось, ну, с самого раннего детства. Потому что, во-первых, я рос в деревне, здесь в Богдановке, в селе Богдановка-Невтигорского района. Ну, как рос, я приезжал просто на лето к бабушке, и бабушка, она пела русские народные песни. Она всегда говорила о том, что вот, сынок, это Родина. Она мне не внучок называла? Сынок. Да. Вот. Твоя Родина, это вот наша деревня. Твоя Родина, это вот Россия. То есть она мне прививала это. Мне что-то даже мурашки сейчас бегут, когда вспоминаю. О музыке, любви к своей стране, творчестве, поддержке бойцов СВО Сергей Войтенко рассказал в интервью к генеральному директору компании «Лады Медиа» Ирине Денисовой. Смотрите интервью Сергея Войтенко в среду, 6 марта вечером на телеканале «Тольятти-24» и во всех наших интернет-ресурсах. И в завершении выпуска расскажем о творческой встрече со звездой. Заслуженная артистка России Екатерина Гусева побывала в Тольятти. Это стало большим подарком для тольяттинского зрителя. В творческом багаже Екатерины Гусевой более 50 ролей в кино. Кроме этого, актриса занята в театре, мюзиклах, проводит сольные концерты, участвует в разных шоу и даже занесена в книгу рекордов России за выступления на Северном полюсе. Екатерина пела при минус 40 градусах. В Тольятти перед своим концертным филармонии Екатерина Гусева встретилась с творческой молодежью города. Общение проходило по красивой академии образования и искусств. Говорили о многом на театре, о кино, о музыке, о вере и, конечно, о любви. Мы тоже побывали на этой встрече. О творчестве, мыслях, о восстановлении сил и о том, как найти свой профессиональный путь. Желающих поговорить с непревзойденной актрисой Екатериной Гусевой было очень много. Уникальный шанс выпал тольяттинским студентам. И они им, конечно, воспользовались. Помимо того, что вы актриса, вы еще и певица, и вы участвовали, наверное, в многих проектах на телевидении. Вот в прошлом году шел проект «Три аккорда». Я просто фанат этого проекта, этой передачи. И я там видел вас. И я хотел спросить, может быть, у вас есть какое-то, ну, либо наиболее запоминающееся, любимое выступление в вашей жизни или какой-то проект, в котором вы участвовали? Любимый проект «Три аккорда». Мне было даже, как сказать, за мной охотились, если можно так выразиться, каждый год, когда запускался проект. Екатерина, а с чего сегодня состоит ваша жизнь? Творческая, семейная, личная, в конце концов? Ну, моя жизнь – это, как сказать, семейная, профессиональная. Я, в первую очередь, мама и жена. Вот это такое, я так себя ощущаю. И потом уже все остальное. «Были ли вы в нашем городе? Если да, то как он вам?» «Прекрасный город. Он встретил меня таким солнцем. Я вот сейчас, я, знаете, я, к сожалению, у меня нет возможности посетить достопримечательности, но я с людьми встречаюсь». Творческая встреча была наполнена теплым общением, музыкой, цветами и подарками. Конечно, творческими. Екатерина Гусева увезет с собой в Москву картины тольяттинских художников, а также книгу об одном из самых красивых вузов страны – Поволжская академия образования и искусств. Почитателей своего таланта актриса тоже не оставила без подарка. «Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу, за прошлую и завтрашнюю силу, за то, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь, воистину, спасибо». Писки, мы вам желаем, вы всегда, когда вы поете, когда вы выступаете, всегда овации, всегда аплодисменты. Но это, мне кажется, для любого актера, я вам желаю, чтобы всегда, сколько бы вы не пели, всегда были овации, всегда зал стоял стоя, аплодировал вам, и вы купались в этом восторге. Спасибо вам большое, что вы к нам приехали. Встреча была очень душевная, конечно же, она мне понравилась. Было очень много интересных вопросов. Сама, к сожалению, я не успела задать вопрос, но люди, которые задавали вопросы, я на них тоже получила ответ, и, соответственно, я под огромным впечатлением. «Для меня эта встреча открыла, так сказать, некоторую завесу тайн. Мне было интересно послушать». Каждый час Екатерины Гусевой расписан по минутам. Спектакли, выступления, концерты в том числе благотворительные. Выступает в госпиталях перед участниками СВО. «Я встречалась с ребятами из МГУ, геологический факультет. Была встреча в Аранхиксе у меня тоже не так давно. Так что я практикую такие встречи. Это наше будущее, наша Россия. Это те ребята, которые будут учить наших детей. Поэтому с ними всегда интересно, потому что можно перспективу ощутить, понять, заглянуть в будущее, каким оно будет, общаясь с ними, с теми людьми, которые в будущем куют». «Тенис Капля», Яна Левина, Евгений Черемин. Программа «Обозреватель». На этом все. Спасибо, что вы смотрите «Обозреватель». Мы всегда держим вас в курсе главных событий. Напомню, что прямую трансляцию нашего телеканала можно смотреть круглосуточно на сайте tv.toliatte24.ru, а также в наших группах в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. С вами была Яна Левина. Удачной недели.